Промысловая охота в нашей стране, как правило, ассоциируется с добыванием пушнины. И особое место в этой охоте здесь отводится соболю. Соболь у нас есть от Урала до Тихого океана по всей Таежной зоне. Есть соболь и на Горном Алтае, где мне посчастливилось побывать и принять участие непосредственно в охоте на этого удивительного зверька. Мягкое золото, как принято называть у нас соболя, на Алтае обитает очень неравномерно. Поэтому пришлось забраться, поглушив тайгу, где в горах, покрытых кедрачом и елями, обитает этот представитель семейства куньих. Мы вот находимся в избе. Это такая промысловая изба. По меркам охотников это изба на пять звезд. Таких избушек по нашей стране, я думаю, сотни и сотни. Охотники живут в них, проводят много времени. Коротаю здесь долгие зимние вечера. Если охотников несколько, они ведут разговоры о жизни, о каких-то своих проблемах, о природе, об охоте. Пьют чай. Я думаю, что чай выпивается в такой избе много-много литров. Эта избушка, она большая. Здесь может вмещаться порядка десяти человек. В каждой избушке есть печка и есть все самые необходимые из посуды. Поверху на балках везде пробиты гвозди. Это своего рода вешалки, крючки. На них развешивается одежда, которая сушится. Различное снаряжение. Обязательно должен быть стол. Здесь стол большой, чтобы помещалось много народу. Эта избушка собрана из старой избы. Из деревни ее сюда перевезли, собрали, утеплили. Двери здесь никогда не закрываются на замок. Его, в принципе, даже и места нет под замок. Единственное, есть снутри крючок. Но это больше там, наверное, от медведя, нежели от людей. В тайге есть свои правила, что избушка должна быть открыта, потому что может пригодиться любому охотнику, который находится здесь в тайге, чтобы он мог зайти, обогреться, поесть. Всегда есть небольшое количество необходимой крупы, сухарей, соль, сухие дрова, спички, вода. Такие избушки ставятся непосредственно возле реки, на хорошем месте солнечном, чтобы было удобно с точки зрения быта. Дрова в избе должны быть всегда. Более того, когда из избушки уходим, мы оставляем большое количество дров сухих. Ну и печку топим постоянно, потому что в избе должно быть тепло. За бортом у нас минус 30 градусов, поэтому лишний раз подтопить всегда нужно. Для охоты в горах нужно тщательно подбирать себе снаряжение. Это в первую очередь касается одежды, обуви, потому что климат здесь суровый, погода часто меняется, от хорошей к плохой, перепады температур, дождь, снег. Приходится бегать, сидеть, ждать. Поэтому очень важно, чтобы одежда была функциональная, комфортная, теплая, вентилируемая. Я использую для охоты одежду, где применяется послойная технология. В чем это заключается? То есть одевается несколько слоев одежды. Внутренний слой – это термобелье, средний слой теплый и верхний слой – защитный. То есть для внутреннего слоя одеваю теплое термобелье. Вот термобелье и здесь теплый слой. Внутренний слой одеваю теплый. В данном случае вот у меня теплая куртка, которая одевается уже на термобелье. Сверху одевается так называемая шкура. Называют ее охотники. Это куртка с какой-нибудь мембраной. То есть она защищает от ветра, от дождя, от какой-то влажности. Вот. Все это можно по ходу менять, снимать. Если вдруг вы пробежали, становится жарко, вы можете теплый слой снять, либо поменять на другой. Вот. В любом случае одежда при этом должна быть легкая, не стеснять движений. Вам должно быть удобно ездить верхом, стрелять. Поэтому к подбору одежды нужно подходить очень тщательно. Также нужны обязательно перчатки. Они должны быть разные. Вот у меня перчатки тонкие. Они для стрельбы. В принципе, их хватает до мороза порядка минус 10 градусов. Если условия более суровые, холодный, сильный ветер, мы берем перчатки более теплые. В принципе, перчатки можно одевать друг на друга. Будет и теплее. То есть, когда не нужно стрелять, а ездить на коне, на снегоходе, просто где-то сидеть в засидке, то мы одеваем перчатки более теплые. Соответственно, если погода позволяет, мы лишние теплые вещи, ну, они не лишние, они просто не нужны в данный момент, все это будем убирать в рюкзак. Вот. Рюкзак на охоте тоже должен быть. Здесь разные карманы и секции. Туда убираем теплые вещи, которые на данный момент не нужны. Еще важная часть именно в горных охотах, когда используются лошади, и мы лазим по горам, это гамаш. То есть, вещь очень удобная. Практика доказала, что она функциональна. Ее задача закрывать поверхность ботинка и штанины ваших штанов. То есть, не попадает снег. И более того, когда мы оденем гамаши полностью и ездим на коне, у нас не задираются при езде брюки, не стираются. Плюс дополнительная теплота и защита от различных камней, веток. Вот. Одевается она быстро, удобно. Вот. Одеваем. Вот мы застегиваем молнию. До конца. Есть кнопки фиксирующие. Липучка. И кнопка фиксирующая снизу. Получается, нога закрыта. Когда на коне едешь, здесь все трется. Так же одеваем и вторую гамашу. То есть, лево-право гамаша определяется. Замки, которые сверху и снизу, они должны смотреть наружу. То есть, чтобы они не задирались при езде. Все, вот такой у нас вид для ходьбы по горам и для езды на лошади должен быть. Лошадь на Алтае это незаменимый друг и помощник. И все, что связано с охотой, с бытом, с работой, с пропитанием, связанным с конем. На охоту я почти всегда езжу на лошади. Получаю от этого удовольствие. Более того, на коне можно добраться туда, куда пешком дойти тяжело. Безусловно, охотники ходят в тайгу и на лыжах, и пешком. Но лошадь позволяет покрыть более дальнее расстояние, забраться на дальней зимове. И лошадь нужно уметь седлать. И Роман, наш проводник, расскажет, как это делать лучше. Этот конь, как его зовут? Ну, коня звать Бумер. Бумер, то есть такое, алтайское имя Бумер. Обычное, да? Этот конь, несмотря на то, что он небольшой по сравнению со мной, отлично справляется с тем, чтобы перевозить больше 100 килограммов. Я имею в виду себя. Сейчас Роман покажет, как заседлать лошадь, чтобы езда была комфортной, и не сбить спину лошади. И она тоже перевозила вас, не испытывая каких-то неудобств и дискомфорта. С чего начинают седлать коня? Начинается у нас все в процессе с очищения коня. Очищается все. Это все, чтобы ни лишние, ни веточки, ничего не осталось. И убираться. Потом ложится под них, как говорится, попона. Тоже все проверяется, чтобы под ней ничего не было. Очищается, чтобы надавов не было. И вот потом все аккуратно уложили, просмотрели. Уложится в конце седло. Это вот наше национальное седло, которое сделано нашими вручной работой. Закладывается под персия, или как у нас прямо под народе, шлея-шлея, под фея. Вот. Это все аккуратно делается. И вот расправляется аккуратно все подпруги, чтобы ничего не попало, под них не свернулись. И вот все у нас положено. Теперь мы будем подтягивать подпруги. все подтянули, потом маленько потуже. Отстоится маленький конь. Вот. У нас вот заседла лошадь. Все проверили. Все. И теперь узду одеваем в конце. уже все управляется, застегивается. И получается наш лошадь готова к работе. Заседлав коней, взяв с собой все необходимое, мы верхом отправились в горы, где у моего спутника, местного охотника, были расставлены в тайге капканы на Соболе. Сейчас передвигаясь по тайге в поисках Соболя, мы нашли по всей видимости морала. Сейчас подойдем, посмотрим. Я думаю, что задавили его волки. Сейчас подойдем, посмотрим, узнаем, что же с ним произошло, какая у него судьба, попытаемся определить. В общем-то, это показывает суровость здешних мест. То есть, зверю здесь копытному выживать тяжело. Такой хищник, как волк, он, я так думаю, что выел самые какие-то лакомые для себя куски, бросил, пошел дальше, потому что, по всей видимости, тушь такая, полуцелая. Сейчас пойдем, посмотрим. Это шкура уже выделили все, ничего не осталось, надо сказать, выделанная шкура. Ну, скажи, вот, как часто приходится находить такие, условно, трофеи волчи в тайге? Много подъедает зверя? Ну, от численности волка все зависит. Нынче, вот, волк пришел откуда-то, неизвестно, в больших количествах, по 10 стаи, по 11 волков, по 8. И вот, съедает даже, вот, ничего не оставляет, даже шкура иногда. Это видно, было небольшое количество волка, шкура осталась, а бывает, что вот такой кусочек, какой-нибудь, черепа, и все, больше ничего. Во время нашего продвижения по тайге нам несколько раз попадали следы волка. Встретить этого хищника можно было только случайно. Вероятность очень мала, но на всякий случай я взял с собой хорошую винтовку, с которой можно было взять зверя на 500 метров и более. Ну вот, Сергей, нашли мы след Соболя, след старый, правда, это не сегодняшний, будем пытаться, он тут тогда обитает, в этом округе, в этом квартале, будем пытаться свежий след найти и будем следить, тропить. Снег большой, собака не может сильно работать, идти, но будем пытаться вытропить, может, где-нибудь на лёжке лежит. Ну вот, капкан пустой, ничего нету, след старый есть, свежего нету. Это шкурка овечья, да, вещества? Да, для этого маленький запах есть, но в основном ему любопытно, тут вот наломано всё вот это, он любит вот такие места, всё, где сломано, это ему любопытно, начинает интересоваться, потом вот и подходит вот, и заходит или с дерева по сучку идёт сюда же, ему интересно, или вот по этой палке поднимается и захватывает, ловится. На морозе соболь долго не живёт, максимум там полчаса, час и замерзает. Хочу заметить, что много захватывающих капканы разрешены последний год, то есть со следующего года охотиться с такими капканами будет нельзя, то есть нужно будет использовать давящие капканы проходные, вот, но охотники к этим капканам относятся, я бы сказал, негативно, да, потому что уловистость этих капканов хуже, да, вот, но тем не менее такой закон принят, вот, вот остался последний год, когда можно охотиться с такими капканами, в общем-то, люди, кто занимается промыслом, используют такую возможность. Ну, будем учиться, приспосабливаться, да, будем учиться приспосабливаться. Ну, что, едем смотреть следующий капкан? Да, поедем по путику и следующий капкан будем смотреть. Музыка. 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 Ну, вот, на втором капкане у нас Сергей сработал. Есть соболишка. Сейчас подойдем, будет видно возраст это, большой нет и посмотрим. И вот будем выдвигаться сейчас к нему, посмотрим, что же у нас это. Вот, сработал капканчик, соболек у нас есть, по виду небольшой. Вот, сейчас отвяжем, посмотрим. Видно, застыл, потом сетался. Вот он, небольшая соболюшка, ну, наверное, того поймете еще. Молодой соболюшка, да, не это, небольшой, не крупный, светлого краса, есть темного краса тут, но мало их встречается, больше вот светлого краса встречается. Роман, расскажи, пожалуйста, как ты ставишь капканы на соболе, какие есть нюансы, особенности, почему вот именно это место ты выбрал? Ну, он тут, он тропинки есть, наброды, ходит, стежки, он ему здесь вот частенько проходит, бывает, и вот он такие любит, буреломщики, вот наломаешь это все, ему любопытно встает, ты пройдешься, ему тоже вот, и вот ставим вот кусок такой вот шкурки, ему тоже интересно, да, ну, по-разному бывает, если в птичку, птичку добудешь, вот так вот приняем, выше капкана, да, ставим палку, чтобы он по ней заходил, вот, привязываем это, приманку, можно подвешивать, тут ее, можно привязывать, мы в данный момент не будем, мы ее привяжем, вот, сейчас капкан будем вставить, теперь вот устанавливаем вот сюда, и вот так вот этой же проволочкой мы его закрепим, вот, и поставили мы капкан, вот так вот, закрепили его и стоит у нас, дежурит. Роман, давай о соболе поговорим, зверь ценный, расскажи-ка, что ты знаешь про соболя, вот здесь, в своих местах. Был у нас свой соболь, всегда, ну, и, да, военное время, или послевоенное, еще привозной был, попадаются особи темного цвета, некоторые черные, есть седые, ну, и вот, и вот такого так краса. у него серого, как бы, да, как раз? Да. Роман, скажи, как давно ты охотишься на соболе, когда ты добыл первого своего соболя? Не сказать, что в раннем возрасте, это уже было после армии, добывал соболя 20 лет, наверное. Скажи, какая техника охоты вот с собакой, то есть, вот мы находимся в типичных местах обитания соболя, да, то есть, вот такие вот скалки, и где есть кедрач, верх хребтов, это его любимое место обитания, да? Да. С собакой по осне тоже здесь ходишь? Или где-то он ниже спускается соболь? В основном уже ночной зверек, и ночью, и вот рано утром, он еще когда не успел ложиться, собака поднимает на дерево, все, лает, едешь на лай, и вот добываем так. Ну, как считаешь, эффективнее с собакой либо с капканами? Ну, конечно, эффективнее это с капканами, но с собакой интересно, просто душа радуется, как говорится, поет, интересно зверя добыть. Скажи, численность соболя, она от чего зависит? Вот по большей части с чем связано, когда его больше, когда меньше? В основном-то от кормежки, от кормовой базы это все зависит. То есть, есть что кушать, его больше, нету кушать, его меньше. Все как, в принципе, во всем живом мире. Охотников вообще много за соболем или это уходит куда-то в историю? У нас единицы, конечно, промыслуют, ну, так вот. Я сам тоже, сказать, сильно уже стало хозяйство большое. так вот, просто для, иногда, для интереса, все. Форму не терять, да. Детям, да, показать, что есть у нас такой зверь, соболь. Раньше, когда он стоил наравне с золотом, это был, как можно сказать, валюта была. Промысловали, ходили и в тайгу, и на лыжах, по зиме ходили, а сейчас уже все. Скажи, сын, когда подрастет, ты возьмешь его на охоту с собой, за соболем, чтобы передавать ему свой опыт? Обязательно, обязательно будет, как возраст, нормально будет, даже и не возраст, а и как время, конюкулы, и все. Надо детям показывать, учить, чтобы, как охотились деды, прадеды, и чтобы не забывали, природу знали. Соболю тоже надо отлавливать какое-то количество, регулировать его численность, потому что плотность угодья, она позволяет определенному количеству зерков находиться. Если ты их не выловишь, значит, природа сама их заберет тем или иным способом. Сегодня у нас был один из охотничьих будних таких дней охотника промысловика на Алтае. И на самом деле нам повезло, потому что соболь был в капкане. Бывает так, что можно проходить несколько дней и ничего не поймать. Природа смилостивилась, дала нам такую возможность посмотреть соболя непосредственно, как на него охотятся, и у нас была добыча. Поэтому на Алтае такая охота была, есть, я надеюсь, будет. и соболь это тот промысел, который, в общем-то, типичен и характерен для данных мест. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok